Итак, дорогие привет! Меня зовут Виктория Бухаркина, я издатель «Гламур». Работаю в медиа уже 15 лет, на совершенно разных позициях, в основном в маркетинге и в продажах. Мне 40 лет. У меня степень социологии Московского университета, две прекрасные дочки, экзекутив MBA из довольно модной европейской школы, я замужем. И при этом всё, что я могу про себя сказать, сидящие напротив меня невероятные женщины, это то, что я трудоголик. Собственно говоря, сегодня у нас действительно удивительный гость Алена Владимирская, наверное, самый цитируемый HR-специалист в России. Знаете, есть прекрасный фильм «Афера Томаса Крауна». Там есть смешной довольно момент, когда маленькие дети, абсолютно не понимая, что они стоят напротив картины Мане, болтают, совершенно не обращают внимания на экскурсовода, и она привлекает их внимание очень просто. Говорит, ребята, а вы знаете, сколько стоит эта квартира? Ой, сколько стоит эта картина? Она стоит 100 миллионов баксов. В этот момент все дети с открытыми челюстями начинают всё-таки понимать, что... Надо хотя бы посмотреть. Так вот, на самом деле, у Алены, помимо невероятного опыта, ещё 160 тысяч подписчиков, что, согласитесь, для HR не так мало. Это фактически блогер. Как с этим жить? И как может быть столь профессиональный человек на самом деле глобально блогером? Ну, давайте начнём с того. Здравствуйте, меня зовут Алена, отвечу вот примерно, как отвечали вы. Мне 48 лет, я замужем, у меня дочка, она уже взрослая, она уже живёт отдельно. Я по профессии ровно то же, что и вы. Я в прошлом главный редактор и, в общем, немножечко издатель. У меня Сарбона образование, PHD и потом, собственно, тоже MBA с точки зрения маркетинга. Я тоже абсолютный трудоголик. А, наверное, вот это главное, что нужно рассказать. Дело в том, что как у меня появилось там 160 тысяч подписчиков в Фейсбуке и 60 тысяч, 60 с чем-то в Телеграме на моём канале в Акаде, это всё очень просто. На самом деле, очень важно не врать людям. И не врать даже не в том смысле, что вот не врать осознанно. Знаете, вот очень важно с людьми разговаривать по-человечески и рассказывать всем интересную тему работы. Вот это то, что вы говорили про картину Мане. Интересна не сама работа, интересны деньги. А кому-то интересны просто деньги, где можно зарабатывать больше. Кому-то интересно, где можно зарабатывать больше в той отрасли, которая мне интересна. Кому-то интересны абстрактные деньги. Например, ну, стандартный вопрос, а сколько платят глянцевые журналистики? Да, там вот. Ну, это же вечно всем, да, вот я со стороны же это кажется. Я хожу просто, смотрю, там, прекрасные туфельки и там, прекрасные сумочки. Конечно. А давайте не будем разочаровывать людей. Не будем? Ну, хорошо. Не будем. Поставим это для следующего подкаста. А могли бы. И поэтому блогеры в моем случае становятся очень просто. Потому что все в основном HR, не хочу никого ругать, особенно Хантер, пишут, знаете, вот такие пространные вещи, там, я не знаю, иди вперед, и там вот будет. А я, честно говорю, условно, девочки, если вы идете стажером работать в глянец, то, в общем, три месяца вы на эту сумочку будете зарабатывать, честно, да, потому что любой там условно брендированный глянец и, как множество других брендированных компаний, просто не доплачивают, платят очень мало просто за факт того, что ты в визитке можешь написать, там, я не знаю, стажер того-то, да, там. И, собственно, это и есть твоя главная капитализация. И то, что ты живешь в комнате, снимаешь там с подружкой и ешь доширак, ну, извините, это просто, это не плохо, не хорошо, это просто вот, ну, некая особенность. Поэтому я пишу о реальных вакансиях, я пишу о реальных зарплатах, я пишу о том, как реально сделать карьеру вот без всяких вот этих мифов. С одной стороны, ну, наши девочки нас слушают, что первый миф, что, знаешь, ты приехал, и перед тобой открыты все дороги, вот одна сторона, да, а с другой стороны карьеру делают только через постель, или если ты там дочка, я не знаю, там, зампредседателя «Газпрома». Да не так и не так, есть миллионы разных вариантов, и давайте говорить честно. Сначала, например, будет сложно, да, и там, я не знаю, на определенных этапах будет сложно. Есть женская дискриминация, есть, условно, есть отрасли, в которых ты, как женщина, выше определенных позиций не вырастешь. Есть корпоративные войны, а есть отрасли, в которых ты вырастешь, а есть, условно, вакансии, в которых мало платят, но они считаются престижны, а есть вакансии, в которых много платят, но они не престижны, и вот так далее, вот такие простые вещи рассказывай, и тебя полюбит человечество. И это был абсолютный совет о том, каким образом построить карьеру в современном блогинге от Алены Владимирской. Есть такая формула «талант плюс железная дисциплина». Это правда. Насколько эта формула применима не только в креативных индустриях? Вы знаете, я вообще хочу сказать, что роль таланта, вы, конечно, извините, очень сильно преувеличена. История и в корпорациях, и в своем бизнесе – это прежде всего история двух вещей – упорства и профессионализма. Не таланта, а профессионализма. То есть ты должен понимать свою отрасль, знать ее, в ней развиваться, но тебе все время будут говорить «нет». Вот мне говорят, ну, слушай, ты довольно известный, тебе, наверное, не говорят «нет никогда». Да бог с вами, сто раз в день говорят, ну, в разных историях нет. И ты все равно идешь и делаешь, тебе ни черта не получается, ты делаешь, 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 делаешь. И когда-нибудь либо ты лбом прошибаешь стену, либо просто разбиваешь лоб. Вот, поэтому это вообще немножко не про таланта. Талант – это немножко другое, да, талант – это история, там, ну, я не знаю, каких-то вот художники, писателей, там, я не знаю, живописцы, но они тоже начинают отлично жить, когда рядом с ними есть какой-то продюсер, который начинает просто вот упорством и мастерством работать. То есть талант – это, в общем, удел единиц. Ну, то есть все-таки мы сейчас фокусируем и должны собственную энергию, собственное внимание переносить в область компетенции и прикладного опыта. Я правильно понимаю? Ну, если мы сейчас говорим о том вообще, как строить карьеру и что нужно, нужны две вещи. Первое. Я это называю агрессивной адаптивностью. Что это такое? Это история про то, никто не будет вас учить. Вот если вы взрослый человек, вот история, давай мы тебе научим какому-то новому навыку, да Господь с вами, никто ни на какой работе это делать не будет. И все эти корпоративные университеты учат не тому… То есть, смотрите, алгоритм такой. С рынка хантят, задорого покупают тех людей, чьи компетенции опережают уровень развития компании. Уровень развития компании, конечно. А, конечно, в корпоративных университетах учат вот ровно тому уровню, который сейчас компании нужен. Ну, потому что это же часть бизнеса, никто не будет вкладываться сильнее, потому что, ну, а зачем? Это трата денег. Поэтому ты должен четко понимать, вот буквально из воздуха вытаскивать вот эти знания, шансы, все для того, чтобы бежать быстрее, чем твоя компания, чем твоя индустрия. Тогда ты будешь очень востребован. Ну, во-вторых, это, конечно, история про профессиональную репутацию. Чем ты выше идешь по карьерной лестнице, тем, неважно, в своем деле, в корпоратах, где угодно, тем больше эта история про то, что тебя уже продают не резюме. Тебя начинает продавать профессиональная репутация. О чем, собственно, речь? Дело в том, что большое количество вакансий, самых интересных, ни в каком открытом доступе не находится. И более того, находятся они у хантеров, типа как у меня, или не находятся, это неважно. А многие вообще к хантерам не попадают. Люди начинают спрашивать у своих, не в смысле у родственников, а вот у индустрии в широком смысле. У хантеров, у экспертов, у тех, кого они знают. Слушай, посоветуй, вот мы тут вакансию условно издателя открыли, посоветуй, кого можешь, да? И люди начинают советовать тех, кого они знают. То есть не надо путать личностный бренд и профессиональный. Это не история «меня знают все», а это история «слушай, вот она нормально работает, я с ней пересекался, давай ее позовем». Поэтому вот эта история профессионального бренда, его надо растить, надо рассказывать. У нас, к сожалению, в культуре, в отличие от американской культуры, европейской, кстати, тоже, скорее, как у нас, не принято рассказывать о своих успехах. Ну как, это, в общем, стыдно, неловко, да, вот это все. А рассказывать о них, ну, рынок же может не знать. Мы же тоже, как хантеры, условно, мы ходим и смотрим, ну, две вещи. Первое, на конференции, там, на всякие форумы и прочее. И второе, точно так же звоним экспертам и спрашиваем, слушайте, порекомендуйте кого-то. Конечно, конечно, с кем сталкивались. Да, кого вы можете порекомендовать. Поэтому люди должны начинать, а, рассказывать о том, что они делают, и круг должен знать, и должен знать, в общем, как безупречную профессиональную репутацию. Тут важный момент. Безупречная профессиональная репутация – это не значит, что ты никогда не ошибаешься. Не бывает так. Все когда-нибудь лажают. Это нормально. Ты не можешь, ну, чем у тебя сложнее проекты, чем у тебя больше ответственности, ты не можешь все проекты делать хорошо. Это не бывает. Те, кто так рассказывают, врут. Но эта история, да, я сделал ошибку, я из нее вынес уроки, я научился, и я дальше пошел. Это, на самом деле, довольно хорошо ценится, потому что он уже сделал эту ошибку, он у нас ее не сделает, да. Но именно если ты… Поэтому профессиональная репутация чрезвычайно важна. То есть в нее человеку надо вкладываться. Агрессивно учиться, вот именно второе – вкладываться в профессиональную репутацию. И, конечно, ты всегда должен работать. Вариант такой, вы знаете, вот, когда меня спрашивают, вот деньги или призвание? Я говорю, ребят, не бывает такого выбора. Люди, которые работают ради только денег, даже какой-нибудь, я не знаю, там, великий «Газпром», где все считают, что только ради денег. Нет. На самом деле, если ты не любишь свою работу, если ты в ней неталантлив, и тебя поставили даже на какое-то очень высокое место, обязательно тебя в течение двух-трех лет сожрут. Ну, потому что найдется кто-то другой, который талантливый, и, в общем, это все. Поэтому все равно… Такой эффект горящего глаза, знаете, который на самом деле крайне ценен. Да, да, да. И поэтому, а ты такой сидишь, ничего сделать ты не можешь, ну, потому что ты в этом не талантливый. Поэтому вот эта история, ты все-таки должен выбирать те индустрии, те профессии, где тебе хорошо. Поэтому, если ты на самом деле чувствуешь, что вообще не твое, ну, бывает, попало, лучше, я понимаю, очень страшно, особенно в внешних условиях, когда экономика, может, не развивается так, как бы хотят, уходить раньше. Потому что хуже, когда я досидел, мне 45-47, я ненавижу свою эту чертову бухгалтерию, но я по-прежнему бухгалтер, а потом компанию закрывают, сокращают, не знаю, еще что-нибудь происходит. Ты выходишь на рынок, у тебя профессиональная репутация ноль, ты ненавидишь свою работу, у тебя хороших навыков нет, вот этой агрессивной адаптивности, ты никому не нужен. Вы даже не представляете, какое количество условно бывших топов, того же самого глянца, сейчас ходят ко мне и говорят, ну, найдите нам хоть какой-то работой. На самом деле это касается, наверное, вы, во-первых, ответили на 80% вопросов, поэтому я вынуждена буду все-таки в какой-то момент, прошу прощения, может быть, задать, чтобы мы в процессе нарезки сделали какой-то разговор. Но это, на самом деле, невероятно круто, когда ты понимаешь, что весь твой поток сознания тебе только что перевернули и выдали на блюдечки золотой каемочкой. Но за что я вот хочу зацепиться и, наверное, с чего как бы чуть-чуть так пошагово дальше разложить. Про внутреннее призвание. На самом деле это вообще очень важно, и все, что касается soft skills, развития эмпатии, эмпатии к самому себе, о чем на самом деле многие забывают, это всегда некий опыт и некий навык абсолютно внешней коммуникации, а очень важно все-таки к себе тоже иногда эту эмпатию испытывать. Это действительно стыдная в нашей культуре пока не привитая история. Но есть огромное количество тестов и методологий, которые, собственно говоря, помогают тебе разобраться в себе. Есть, не знаю, MBTI, Хоганы, гороскопы, все что угодно, да, звезды и так далее. Как вы к этому относитесь? Насколько релевантно и насколько вообще нужно начать движение в любую сторону, в любую точку, к любой цели, с того, чтобы покопаться в себе поглубже? Смотрите, я хорошо отношусь к любой истории, ну кроме совсем уже чуши, там условно профориентации по отпечатку пальцев под каким-то вот таким. Ну правда, ну есть уж совсем чушь, но просто снимаем деньги любой ценой, к этому отношусь плохо. Но я отношусь хорошо к этому, потому что истории, когда ты начинаешь задавать себе вопросы и как-то разматывать это, это всегда отлично. Второе, к какой части этого отношусь плохо? Конечно, если ты взрослый человек, ну и даже подросток, то один тест ничего тебе реально не даст. Он очень так, средняя температура по больнице. Вот тесты, когда вот условно приходят там у серии, давай ты помоги мне найти, я устал от своей профессии, я устал там, я не знаю, там от своей отрасли. Мы, я использую тесты, как некий механизм, во-первых, запуска саморефлексии человека, ну во-вторых, какого-то такого, это знаете, как бортик от бассейна, которого ты, собственно, просто оттолкнулся. Но дальше, конечно, тест дает очень общее впечатление, поэтому очень сильно можно ошибиться. Во-вторых, тест не учитывает еще одну такую важную вещь, он не учитывает состояние экономики страны или города. И вот он тебе говорит, условно, не знаю, ты хороший, не знаю, там, стилист. Ну, вот я буду про свой родной город, я из маленького города, из Вологды, ну, отличный, хороший стилист, а Вологде ненужные стилисты. Ну что ж, я теперь умру с голода, будучи хорошим стилистом. И вот тут условно карьерный консультант говорит, окей, если ты хороший стилист, давай мы посмотрим вот еще близкие отрасли, потому что дальше накладываются просто карты экономики. Мы все, ну, не в идеальном мире живем, мы там не на розовой планете с белыми облачками, да, поэтому надо же все-таки учитывать. Ну, окей, поэтому, когда ко мне девушки приходят, очень часто, и они такие, ну, я хочу открыть свое кафе, я хочу там еще какие-то вот такие вещи. Говорю, ну, давай посмотрим, вот просто посмотрим по бизнес-плану, даже не будем с тобой составлять, возьмем реальный бизнес-план, ну, смотри, вот такие-то затраты, и первая прибыль тебе приходит, там, условно, через 2,5-3 года, если тебе повезет, и ты все будешь делать хорошо, ты в состоянии, ой, нет, тогда давай искать другие варианты, да, потому что всегда есть пограничные вещи. У нас еще обратная история. С одной стороны, мы себя не жалеем, а с другой стороны, все-таки мы живем, мы себе придумали, что страна адски гендерная, хотя уже в больших городах, она такой не является. Вот эта история, ну, как я девочка, меня не повысят, я девочка, я не справлюсь, вот это главное, я девочка, я не пойду на эту должность, а как будет, если я буду зарабатывать больше мужа? Потому что эти сомнения действительно настолько больше свойственны женщинам, у нас просто... Я никогда от мужчины не слышала. Просто если чуть-чуть добавить статистику в наш разговор, в России самый высокий процент женщин-топ-менеджеров, самый высокий прирост количества женщин-топ-менеджеров, причем я сейчас говорю не только о корпоративных индустриях, но и о государственном управлении, а на самом деле огромное количество проектов, серьезных, больших бизнес-проектов. Да, я никогда не слышала от мужчины, когда он ему там предлагает какую-то большую должность, чтобы он отказался, потому что он не справится, даже если он не справится. Я слышу какие угодные аргументы. Условно, не хочу, надо больше работать, не пойду в эту компанию, не хочу на себя больше ответственности, не знаю, еще вот что угодно, но я не справлюсь, потому что я мальчик, я не слышала вообще в жизни никогда. На тему того, что как я буду, у меня разрушится семья, соответственно, потому что я буду зарабатывать больше мужа, ну, дорогие, во-первых, давайте спросим у мужей. Возможно, они не против. Да, возможно, они совсем не против. А во-вторых, тут такая история, ведь дело в том, что я тут тоже не призываю, но я хочу сказать, что если у вас, ваша семья, начинает разрушаться от того, что вы зарабатываете больше мужа, видимо, время, это был прекрасный период, но, видимо, время этой семьи уже заканчивается, ну, либо ее надо каким-то образом спасать, либо уже принять это, потому что оно заканчивается точно не от того, что вы приносите больше денег. Но это про другое. Ну, на самом деле, если продолжать гендерный вопрос, то есть и обратная история. Знаете, у всех есть, вы рассказали про свой родной город, я расскажу про опыт большого количества своих подруг, с чем мы сталкиваемся. Мы как раз вполне себе работающие женщины от 35 до 40 лет, и очень часто, мне кажется, женщины более адаптивны в нашем невероятно меняющемся мире. И у меня вот прямо перед глазами огромное количество мужчин, которые потеряли работу в силу изменений индустрии, особенно это касается банковской сферы или финансов, которые действительно сейчас претерпели просто колоссальный взрыв внутренний и обстоятельства, на которые люди, работающие в этой индустрии, не могли повлиять. И сейчас огромное количество семей, где женщины работают, а мужчины либо реализуют себя в чем-то еще, либо продолжают искать себя, либо помогают. И это на самом деле тоже новая реальность, с которой мы не сталкивались. И это новые и психологические, и в общем социальные роли. Вот насколько это близко, или это все-таки очень московская штука? Вы знаете, это штука больших городов. Это штука Москвы, Санкт-Петербурга, там, я не знаю, Новосибирск, Екатеринбурга, таких больших городов, да. И, конечно, вот тут, девочки, я честно скажу, тут наших мальчиков, сколько бы им ни было лет, надо очень поддерживать, потому что, конечно, они абсолютно не готовы вот к этой истории, потому что для них, вот, ну, это как машина, не знаю, как там, я не знаю, квартира, как еще что-то, история, я работаю, и у меня вот визитки, позиция топ-менеджер, она, ну, вот прям для них потеря этого, это потеря во многом себя. Вот это удивительно, но вот эта идентичность, она идет через, через подпись на визитки. И я много тоже работаю с такими мальчиками, 30-50-летними, вот где-то 50-60, это вообще беда, конечно, это вообще беда, вот, но, конечно, уровень, вот, с которым приходят женщины, ну, я потеряла работу, давай я буду любым способом выкарабливаться, и для мужчины я потеряла работу, это трагедия жизни, и дальше, вот в чем еще суть адаптивности, да, то есть женщина говорит, окей, хорошо, у банка больше работы нет, окей, хорошо, я пошла в ритейл еще куда-то, хорошо, я потеряю 3 грейда, зарплата у меня будет, там, условно, на много ниже, но я вот, мне главное сейчас выйти, а дальше я выкарабкаюсь, и чаще всего они выкарабкиваются, для мужчины, вот это я могу потерять многое, это даже не в деньгах, а просто в статусе, прямо они годами это в себе вот преодолевают, и когда преодолеют, то тогда чаще всего получается, ну, прям долго, прям долго, да. Ну, вот мы сейчас вспомнили уже и финансовую сферу, и банковскую, давайте вообще поговорим о том, какие индустрии сейчас в зоне риска, особенно в России. Ну, по-прежнему банки, по-прежнему в зоне риска, очень страховая вся история в зоне риска, очень девелопмент в зоне риска, телеком в зоне риска, все, что связано с государственными, муниципальными служащими, большой зоне риска. О, интересно, при этом государство в этом году фактически один из самых основных игроков на HR рынке. И невероятное количество вакансий, кстати, и довольно интересные проекты тоже часто бывают, связанные сейчас с государственными инвестициями. Да, уже года три, государство вообще основной работодатель, и много вакансий, и много всяких возможностей, там, и лидеры России, и всякие прочие конкурсы, это все существует, но при этом государство очень жестко вычищает так называемый старый государственный чиновничий аппарат. И это люди, которые, конечно, массово выходят на рынок, и они вообще, это, конечно, удивительно, наш чиновник, он жизни не видел. Он выходит такой на рынок из серии «Я всем нужен», и тот, он сталкивается с такой реалией, что он не нужен никому. Вот вообще никому. И вот он год-два его прямо ужасно колбасит, и дальше либо этот человек приходит к какому-то такому пониманию, где я, что я, и как-то начинает понимать действительность, либо он уходит в какой-то совершенно космический космос, и там с ним случаются прям страшные вещи. Вот, поэтому, это, конечно, вот государственное, муниципальное, это прям вот большой такой сейчас рубля. Но это, наверное, связано еще и с теми компетенциями, которые выносит чиновник на рынок, ведь это тоже очень важно. Это связано с многими вещами. Во-первых, бизнес не любит брать чиновников, ну, потому что любой бизнес от чиновника натерпелся, и теперь я его кормить буду. Да ну вас, да? Потому что, ну вот, когда ты поднимаешься выше, не плюй тех, кто... Ну, это, кстати, не только к чиновнику. Во-вторых, ну, правда, честно говоря, вообще не очень понятно, вот это вот чиновничество, какие у него вообще есть компетенции. Ну, вот, вообще непонятно. То есть мы тут даже не можем говорить, что они устаревшие и не устаревшие, они что это, то есть ты с чем вышел на рынок, да? А в-третьих, ну, конечно, еще и с совершенно космическим уровнем доходов, то есть это, ну, далеко не всегда связано с зарплатами, формально там зарплаты какие-то небольшие, но космический уровень доходов, и человек ждет тоже, даже не только доходов, доходов для жизни, наверное. Он ждет еще такого же уважения, такой же инфраструктуры. Он вообще вот это, ну, не понимает, как это не может быть там машины, десяти помощников, не знаю, там корпоративных поездок каких-то. Ему такой бизнес, да что? Ну, Господь с тобой и делается. О чем-то. Ну, и человек, конечно, он просто находился в другой реалии. Продолжая идею компетенции, потому что мне кажется, что действительно очень важно сейчас даже не только то, где ты работаешь, в какой индустрии ты работаешь, а что ты на самом деле умеешь делать. И по сути, где твои компетенции, твой опыт может пригодиться. Я в одном вашем интервью прочитала, что такая интересная, на мой взгляд, была фраза, что к 27 годам уже нельзя на интервью рассказывать о том, что вы знаете. Вы должны рассказывать только о том, что вы уже делали, причем желательно буквально вчера. Как это соотносится с развитием тех самых soft skills, которые должны, по сути, нам помочь в долгосрочной перспективе бороться с автоматизацией, с дигитализацией большого количества индустрии. Ну, давайте, да, во-первых, давайте будем бороться, потому что в этой войне, не потому что там бороться хорошо или плохо, потому что в этой войне мы проиграем. Поэтому единственное, что нужно делать, надо ее как-то под себя, вот всю эту автоматизацию, дигитализацию под себя приспосабливать. Это первое. Второе. Действительно, где-то после 30 лет не продается «я знаю». Продается только «я умею» и «применял». Взяли какое-то знание, ну, не знаю, научились где-то на стороне, научились внутри, немедленно ее применили. Если в вашем проекте это невозможно, не знаю, даже бесплатно, но на стороне, не знаю, найдите какой-нибудь стартап, бизнес друзей и прочее, сделайте это. Потому что покупается только и продается только оцифрованное знание. Я сделал вот это, получил вот этот результат. И это дало бизнесу вот то-то, 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 то-то. Потому что вот это я знаю, честно говоря, вот ценность вообще здания как такового, сори, обесценивается. Его очень много и бесплатного. Количество вообще всяких онлайн-курсов, начиная там с бесплатной курсеры и прочее, настолько огромно, что просто я выучил вот ценность диплома, которая была раньше, она такая, ну выучил, и что? А умеешь-то ты что? И вот поэтому взяли какой-то навык, применили. И второе, поскольку знания так много, очень важно фокусироваться. То есть давайте делить две вещи. Просвещение – это прекрасная история и знания, которые нужны для капитализации. Просвещение, ну не знаю, я на своем буду примере, потому что так легче. Я, например, регулярно учусь хорошему арту. Я четко знаю, мне никогда не будет ни галереи, ничего, мне просто это интересно. И я это, в общем, ну не то чтобы где-то применяю, просто там поехал куда-нибудь, в очередной раз в Италию или там куда-нибудь, ну в Пекин, например, мне интересно ходить по этим картинным галереям. И понимать. Да, я это вижу уже, конечно, не так, как, ну там, большинство. Но я никогда не собираюсь это капитализировать, вообще никак. Это просто вот, ну, я так отдыхаю. А вторая история – есть количество знаний, которые мне нужны для капитализации моей карьеры. Поэтому не надо хватать вот все, что к вам понабежало. Не надо хватать, а все сейчас вот программировать, а вот сейчас все, не знаю, там еще какой-нибудь там креативный дизайн, дизайн мышления. Зачем? Смотрим, простой рецепт, смотрим, как развивается ваша профессия в Европе, в Америке. Потому что все равно они, большинство профессий, там ушли где-то, ну раньше опережали нас лет на 15-20, сейчас мы сократили разрыв лет на 5-7, но все равно. Смотрим, что нужно там, что требуется там. И вот эти навыки наслаиваем. Все остальное, либо вообще не трогаем, либо, собственно, уводим в область просвещения. Еще один важный момент. Я очень прошу все, пожалуйста, запомнить. Когда вам какой-то карьерный консультант говорит, у вас слабое вот это знание, давайте его прокачивать, особенно если вы старше 30. Если речь не идет об английском, который, например, вам нужен, если вы там собираетесь работать в международной компании, и каких-то, ну я не знаю, базовых вещах, там знаний, PowerPoint и прочих каких-то вот вещей, которые нужны, не надо прокачивать самое слабое знание. Это бессмысленно. Вы все равно не добежите. Люди же одновременно тоже растут. Вы не добежите до уровня лидеров. Прокачивайте самые сильные. Я здесь просто не могу не отозваться, потому что мы действительно огромное количество времени уделяем постоянному самообразованию. Такой я недавно встретила очень симпатичный термин «bulimia learning». Когда ты вот такой вот много берешь и не успеваешь переваривать. В общем, извините. И дальше понятно, происходит история. На мой взгляд, это просто очень емкий термин. Я как раз, извините, была на лекции Уто Шамера, и это его термин, поэтому не буду присваивать себе, но он действительно уникален. И мы действительно все время учимся тому, что у нас не получается. Мы все время учим свои команды и прокачиваем те знания, где нам кажется, что они не очень хороши. Опять же-таки, в моем личном опыте, например, был случайно возник такой тест, который делает одно из подразделений ТНС, называется «How to build on your strength». То есть, по сути, тест ровно точно такой же, как все остальные, который вытаскивает тебе твои сильные стороны, но его суть говорит ровно о том, что вкладывайте в то, на что у вас глаз горит. Ищите свои сильные стороны, прокачивайте, и с минимальным количеством ресурсов, временным, эмоциональным и физическим, вы можете достигнуть уровня, ну, как минимум, выше среднего, а это гораздо дороже. То есть мы здесь, как и про любой брендинг, говорим, собственно говоря, о том, что вот это вот расстояние между неким средней линией и тем, куда вы хотите прийти, это ваша маржинальность. Это, по сути, тот доход, который вы можете приобрести для своей компании, для продукта или для себя, как для продукта. Вот просто не смогла на это не откликнуться. Это очень важная, мне кажется, в принципе, современная система обучения. Извините, очень не люблю, я вот эти вот, а вот сказал, еще один великий английский ученый. Но, тем не менее, в общем, сейчас трилогия Харари продается, мне кажется, лучше, чем Дарья Донцова. Поэтому, в принципе, народ явно интересуется некими футуристическими историями. Так вот, он сказал, что через 40 лет большинство навыков, не знаний, а именно навыков, которые дает современное образование в школе, будет категорически не востребовано на рынке труда. Что с этим делать? Ну, вот смотрите, но меня в школе мучили алгеброй. Это неправильно, это вот в корне то, что неправильно в нашей системе образования, потому что это такой мертвый груз лежит непонятно чего. Но я, скорее, здесь вот еще о чем. Дело в том, что у нас, особенно у девушек, есть такая история про, условно, престиж профессии, компании и прочее. И вот, бедные, они начинают прокачивать себе в что угодно, не знаю, там, ну вот я все равно должна стать там руководителем, не знаю, там чего-нибудь. Господи, ты боже мой, если вы хороший персональный ассистент, прокачивайте это. Вы будете стоить много дороже, чем плохой маркетолог. Не надо. Условно, найдите то, в чем вы сильны и прокачивайте это, потому что тогда, вот вы когда говорили бороться с автоматизацией и прочее, что сожрет автоматизация? Она сожрет вот именно вот этот средний, нижний слой не экспертов. То есть там, где ценность человеческого, вот этого такого, ценность уже а подумать, а креатив, а связи, а еще какие-то вещи, а опыт, оно не работает. Просто работает чисто вот такой механическая штука. вот классический делай раз, делай два, делай три, делай четыре, делай пять. Когда мы прокачиваем худшее в себе, мы вот все равно сравнимся до среднего уровня. А нам надо из него выпрыгнуть на уровень эксперта. Поэтому далеко не всем надо расти, что называется, по карьерной лестнице. И тут еще вот какая вещь. Дело, потому что карьера эксперта... не движением снизу вверх. Я правильно вас понимаю? Я всегда говорю, смотрите, есть два типа карьеры. Одна карьера экспертная, а другая лидерская. Так вот, с лидерской карьерой мы имеем какую плохую вещь. Просто, когда вы ей идете, вы должны понимать эти риски. Чем выше вы идете по лидерской карьере, тем вы теряете конкретный навык профессии. Вы его размениваете на навык управления людьми. И второе, если ты в корпорации, на навык корпоративных войн. Ну, объективно, потому что это все время вот такая вот история, против кого девочки дружить. Поэтому, в тот момент, когда находится кто-то, кто-либо как лидер сильнее, либо, соответственно, у него, ну, что называется, какая-то протекция, знакомство больше, либо он победил вас в корпоративной войне, это всегда бывает, вы вылетаете с этой позиции лидерской, и поскольку вам не на что экспертно опереться, большая вероятность, что вы будете сложно находить следующую работу. Когда вы эксперт, условно, я не знаю, я хороший дизайнер, я хороший персональный ассистент, я хороший редактор, эта история такая, во-первых, вас не очень-то будут жрать с точки зрения корпоративной истории. Ну, чего вот, ну, что, ну, хороший редактор, ну, главное еще, конечно, человеком быть не совсем плохим, да, не совсем скандальным, но это немножко о другом. ну, а что у вас есть-то? Она хорошо делает свою работу, ну, сожрем мы ее, а дальше чего? А у нас выпуск, да? Это как про любое мастерство, да? Ведь если ты лучше всех делаешь ботинки, то спрос у тебя будет всегда. очищем, А дальше еще такая штука, то есть нет проблемы возраста у экспертов. Дело в том, что если ты хорошо делаешь ботинки, то ты их хорошо делаешь там и в 60, и в 70 лет. Ну, в конце концов, у тебя там слабеет зрение, но у тебя есть подмастерие, ты к этому моменту там, ну, а если ты лидер, то ну всегда найдется кто-то вот моложе, энергичнее, в конце концов, просто новее. Топы тоже устают, они меняются, вот все одни лица, одно и то же говорит, уже знает много чего, говорит гадости мне, не хочу, хочу нового, свежего, хочу энергетикой подпитываться. Поэтому вот я всегда за то, что, а подумайте, а вам лидерская карьера нужна? Все вначале говорят, ну как, это же круто, вот эти, а может быть, идти вглубь, прокачивая в себе сильно, защищая этим себя? С одной стороны, не могу с вами не согласиться, с другой стороны, с тем, как движемся мы, как биологический вид, с тем, насколько дольше, слава богу, и более активно мы можем позволить себе жить, да, есть, ну совершенно уже устоявшаяся история, что в современном мире человек может сделать три карьеры за жизнь, да, это такая прям вот устоявшаяся формула. Вот если мы говорим исключительно не о метапредметных, о очень сфокусированных, таких крафтовых навыках, каким образом мы можем тогда переходить из одной индустрии в другую? Да легко, ну условно, не знаю, были вы редактором, побыли вы 15 лет, надоело вам к этому моменту, вы знаете, не знаю, там все магазины, весь парфюм, все прочее, и решили вы делать, я не знаю, свой собственный парфюм. Во-первых, крафтовый навык вам дает возможность не всегда, но в течение двух-трех лет вернуться обратно, если что-то пошло не так, лидерски не даст, это во-первых, во-вторых, он дает как раз предметную область, ну условно, близких, переход из одной профессии в другую, ну вот я говорю, я переходила очень спокойно из редактора в HR, это был такой, ну не то чтобы очень осознанный переход, ну просто как-то вот так вот жизнь повела, и меня как-то оно туда увело. Мне кажется, с крафтовым навыком переходить проще, потому что считается, что ну если ты управленец, все равно в какой области ты управляешь, неправда. Любая отрасль берет управленцев только из своей отрасли или из очень близких. Возвращаясь все-таки к профессиям будущего и к индустриям будущего, как вам кажется, если вдруг нас слушает либо молодой специалист, либо специалист, женщина, которая планирует выйти из декрета и готова, например, потерять в какой-то момент или статус, или какую-то финансовую историю и начать с нового листа. На что нужно посмотреть? То, что такое количество справочников новых вакансий с абсолютно на птичьем языке написанных, что очень не хотелось бы к ним привлекать особое внимание. Да, во-первых, давайте на них не будем смотреть, потому что это все вот, это прикольно читать, но никакой практической пользы это не несет. Еще у нас есть вот так. Давайте подумаем о том, собственно, первое, что вам интересно. А второе, давайте подумаем о отрасли, которые будут расти в ближайшие 3-5 лет. У нас, конечно, непредсказуемая страна, ну, чего уж там говорить, но в рамках непредсказуемой давайте все-таки попробуем попредсказывать. Очевидно, будет расти все образование, прежде всего, онлайн-образование, но, честно скажу, там очень мало денег. Очевидно, будет расти все IT во всех вещах, соответственно, с этим все понятно. Очевидно, будет расти все агро, это связано во многом и с санкциями, и с курсом доллара к рублю, но и вообще с изменением культуры потребления. Растет весь e-commerce, растет дешевый ритейл, соответственно, это опять же связано с уровнем жизни, растет весь финтех. Что такое финтех? Это не банки, а это диджитал-банков. Ну, то есть, вот приложение в телефоне, например, там любого банка, мы уже не ходим. Посмотрите, как работает Тинькофф, и будет понятно, о чем речь. Ну, смотрите, мы не ходим уже практически никто в отделении банков, мы об этом забыли, а мы все, собственно, вот эти переводчики отправляем с телефона. На рынок зайди, у всех там, даже на рынке можно, что прекрасно. Это то, что точно будет расти, но гарантированно, и в какую бы отрасль вы не хотели попасть, а, ну, в нашей стране традиционно еще будет расти всегда сырье, да, потому что мы сырьевая страна. Вот, но в какую отрасль ты не идешь, ты должен понимать самый легкий вход через продажи. Продажники нужны всем. Поэтому, если ты идешь даже в очень, хочешь попасть в очень закрытую индустрию, например, в глянец, да, и пробиться сложно, невозможно, прочее, прочее, куча вакансий. Менеджер по продажам издательских домов. Внутри, если ты нормально работаешь, нормальный еще человек, ходишь, рассказываешь о том, что ты делаешь, перейти внутри всегда много проще. И в любом бизнесе таких примеров куча. Я сначала поработал продажников, потом меня перевели на, не знаю, менеджера проекта, вот я уже менеджер проекта, а вот прошло 5 лет, и я редактор. На самом деле, я здесь прям вступлюсь на секунду еще раз в защиту продаж. Я, например, пришла в издательский бизнес в маркетинг и занималась до этого коммуникациями и маркетингом долго. А потом, когда мне предложили управленческую позицию, я в какой-то момент поняла, что я не могу управлять бизнесом, где я не понимаю, как туда приходят деньги. И это на самом деле ключевая история, потому что продажник это как раз далеко не только коми-выезжор, которым, в общем, эта часто профессия представляется. Это на самом деле профессия для многих индустрий, когда ты очень четко можешь понимать, как рождается положительный пионель, где здесь деньги. Это важная история, поэтому я здесь прям... Да, и еще есть один момент. Дело в том, что если ты хороший продажник, какие бы революции у тебя в компании не были, что бы у тебя не было, за тебя будут держаться, ходить тебя обмахивать со всех сторон, только ради бога сиди. И если даже, ну вообще, бизнес закрылся, ты вышел на рынок, в отличие от всех, прости, господи, от нас, от вас, от маркетологов, от редакторов и прочих, хороший продажник, безработный ровно, столько, сколько он хочет, вычет безработный. Ну хорошо, заключаю, спасибо огромное, передам своей команде, потому что на самом деле в любой индустрии сейчас штормит всех. Каждый, вот каждому, с кем мы не поговорим, кажется, да, ты не понимаешь, у нас такие изменения. Во-первых, меняется все вокруг, просто мы должны меняться быстрее. Мне кажется, очень круто, что мы сегодня это сформулировали. Во-вторых, и HR-индустрия тоже, безусловно, меняется. Вот у меня есть такой реально сакральный вопрос. Кто сейчас, когда люди, наши читатели, отправляют резюме, кто фильтрует резюме? Это уже делает искусственный интеллект, это делаете вы. Под вы, я подразумеваю, здесь некое сообщество людей, да? И каким образом предугадать те алгоритмы, чтобы твое резюме в конце концов попало к живому человеку на стол? Что нужно делать? Первое. Никто. Дело в том, что если вы ставите где угодно вакансию с зарплатой больше, там, условно, в Москве 200 тысяч рублей, даже если эта зарплата не прописана, но подразумевается, первые 20 минут вам приходит 700-800 откликов. Разобраться в этом практически невозможно. Поэтому, когда люди говорят, у меня резюме висит там на каком-то джобборде, и на него никто не смотрит, да, это правда. Потому что вакансию ставят, а потом, если это хоть сколько-нибудь значимая вакансия, сметают все. Дальше это сочетание двух вещей. У вас должно быть либо какое-то такое блестящее резюме, чтобы когда вот просматриваем, просто сразу глаз был, о! Чисто эстетически, правильно? Нет. Иногда это работает? Нет, 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 это вообще не работает. Эстетически это работает следующей вещью. Это работает, то есть вы должны предугадать вот это инсайдер, тот, либо те компании, из которых хотят, либо условно, там, я не знаю, те какие-то навыки вытащить это наружу, но самый верный способ попасть на собеседование в нормальную компанию, на нормальную позицию, это вас должны порекомендовать. то есть у вас должно быть очень короткое саммари, 500-600 знаков, в котором вы рассказываете о том, что вы реально сделали для бизнеса, не вообще резюме, не знаю, самые свои крутые достижения от запробов. Дальше вы размещаете свое резюме или отправляете его на вакансию, а дальше вы ищете через карьерных результатов или самостоятельно, вы ищете тех людей, которые могут вас порекомендовать в компанию. И когда они вас, собственно, то есть это работает лучше всего, они заходят, не знаю, либо к Ичару, либо к менеджеру, который, наверное, говорит, ну, вот, хорошая девочка, посмотри, а поскольку у этого человека чаще всего в компании авторитет очень большой, этих людей смотрят, если у них сколько-нибудь меняемый. Дальше возникает следующее, если мы про алгоритмы. Алгоритм-то в том, что вы пишете вашим знакомым порекомендуй меня, не знаю, ты работаешь в Яндексе, порекомендуй меня в Яндексе. А он, извините, с вами выпивает, он понятия не имеет, чем вы занимаетесь, поэтому, и он такой, может, отказать вам неловко, ну, и, ну, то есть, а что я скажу? Ну, и скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты, это тоже такая довольно опасная штука. Нет, да, ну, тут про другое, даже он бы, допустим, хотел, поэтому вот эта история самаре, она чрезвычайно важна, то есть, расскажите ему сначала, я делал вот это, это, не ставьте человека в неловкое положение. Мы замеряли, то есть, когда этого не делать, примерно из 100 человек, которых ты попросил, внимание, воронка, просто запоминайте эти цифры, где-то 4-5 человек, которые порекомендовали. Самаре, все равно, она не очень большая, человек, ну, то, что вы говорили, скажите, кто-то твой друг, далеко не все готовы брать ответственность, это нормально, человек 28. То есть, разница очень большая. Очень классно, есть понятие, очень схожее с самаре, в американской бизнес-индустрии, звучит как элевейтор питч, то есть, что вы конкретно готовы о себе успеть рассказать, пока вы едете там, условно, с первого этажа на восьмой. Вы должны уложиться в эти две минуты, рассказать о себе, заинтересовать, и еще в идеальной картине мира показать, какие конкретные проблемы этой компании вы можете решить. Но это касается управленцев. А если у вас нет пока трек-рекорда, если вам нет пока, чем похвастаться в цифрованном виде? Если вы, например, ну, пусть не начинающий, пусть не стажер, но вы такой вот менеджер младшего звена, что делать? вы уже что-то умеете, вы уже что-то сделали, цифруйте это все, самаре сейчас. Перестать себя недооценивать. Ваши конкретные достижения важнее, вашего просто резюме, то есть, не работает резюме в виде должностной инструкции. Я пять лет работаю просто бухгалтером в компании N. И что? Условно, я сделал столько-то, вот там, налоговых проверок прошли без нарушений, я работаю в МСФО, я не знаю, там, в результате, там, делаю такие-то отчеты, которые показывают ПНЛ руководителю. Расскажите, чем вы полезны, работает только это. Ален, спасибо вам огромное. Мне кажется, невероятное количество инсайтов вы получили сегодня с аудиторией. Ну, и я, собственно говоря, только быстро хочу подвести итог о том, что весь наш карьерный путь должен, в конце концов, соответствовать, во-первых, четко поставленной цели. Мы должны четко понимать, какие есть ценности именно у нас, а не брать ценности общества и примерять ее на свою жизнь. Наверное, перестать, в конце концов, искать выход и собирать некий свой джентльменский набор в виде марафонов, обучений, с которым непонятно, что делать. На самом деле, понять, что вам нужно и пытаться фокусироваться именно на этом. Ну, и на самом деле, не бояться, именно об этом будет наш следующий подкаст, о том, каким образом преодолевать те барьеры, которые не дают нам на самом деле двигаться, реализуют нашу волю и деятельность, мешают, собственно говоря, стать тем самым мега востребованным симбиозом творчества, анализа данных и продуктивности, о которых мы сегодня поговорили с Аленой. Спасибо вам огромное. Всем хорошей работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok